Всем доброго времени суток! Вас приветствует канал Белорусское Пчеловодство. Сегодня у нас видео по изготовлению капилляров для инструментального осемнения пчелинных маток. Изготовление капилляров довольно несложный процесс. Капилляры можно сделать самим. Для этого можно заказать либо в интернете, либо купить в любом магазине медтехники. Капилляры гематоакритные. Станок, который мы делаем, носик мы сделали универсальный 1,7 мм. Это либо могут быть вот такие капилляры длиной 80 мм, либо мы в свое время заказали в Китае вот такие вот капилляры длиной 100 мм. В принципе, вот эти капилляры китайские нам нравятся больше по длине, потому что можно набрать больше семени и осеменить больше маток. Вот эти вот капилляры, которые продаются в магазинах медтехники, вот эти вот, да, они меньше по длине, но у них более толще стенка. Андрей сейчас вам покажет. Вот это вот капилляр получается отечественного производства, вот это капилляр получается китайского производства. То есть стенка толще отечественного производства капилляров. И получается, что нужно при шлифовке и полировке, когда идет капилляра, то есть это все проще делается. Потому что вот этот с тонкой стенкой капилляр, он часто ломается, плохо шлифуется, полируется. Но если его сделать, как бы, ну, приноровиться, сделать, научиться их делать, эти капилляры, то без труда вот этот вот, ну, как я и сказал, можно набрать семени и осеменить большее количество маток. В принципе, из-за того, что эти капилляры китайские, они доступны, мы заказали их один раз, и после этого продавец уже убрал их с сайта Алиэкспресс. Мы раньше ссылку давали на эти капилляры. Мы перешли на капилляры, вот эти отечественного производства гематокритные. И мы сейчас, ну, покажем вам, как вообще изготавливаем мы наши капилляры. Вот на таком, на нашем станочке для изготовления капилляров. То есть станок состоит из пригруза, нагревательного элемента в виде спирали, нехромовой нитки. И, в принципе, принцип действия, ну, еще нужно подавать на него электричество, 12 вольт получается. Так, берем мы, получается, капилляр наш гематокритный. Здесь у нас технология такова, что вставляется вот сюда вот капилляр. Здесь зажимается барашком. И мы оттягиваем капилляр, получается, на самом кончике. То есть, вот мы зажали, он у нас никуда не двигается. Поднимаем наш пригруз, который падает, который вытягивает капилляр. Можно использовать для нагревания, нехромовой нитки, можно использовать как аккумулятор. Так можно использовать и зарядное устройство. В нашем случае это зарядное устройство. Ну, и, в принципе, вот так вот это выглядит. Ну, и за счет направляющей, да, снизу? Да, за счет снизу направляющей, получается. Ну, вот он нагревается. Видно, как тянется. Оп, все вытянулось, отпустили. Стекло сейчас горячее. Руками его не стоит брать, потому что при изготовлении, когда мы возьмемся за горячее стекло, наши потово-жировые вот эти все выделения, которые на руках, они, ну, здесь, получается, поджигаются. И остается на стекле, остается отпечаток пальца. Поэтому лучше подождать лишние, там, 30 секунд, пока остынет нехромовая нитка, пока остынет само стекло. И, получается, мы отжимаем, отпускаем наши барашки и достаем наш капилляр. Капилляр у нас остался вот такой вот конструкцией. То есть, вот здесь вот растянутая... Вот здесь растянутая, получается, часть, на которой потянулась наша за счет пригруза. Эта часть, мы берем ее просто-напросто вот так вот переламываем пополам. Вот эта часть маленькая. Возможно, нам пригодится, возможно, не пригодится, но мы ее не выбрасываем. У нас есть такая вот коробочка от капилляров такая. Мы ее сюда, ну, или он там на полотенчика наше выбрасываем. И вот у нас получаются такие вот заготовки. Вот они предварительно я уже подготовил. То есть, вот они, заготовочки, 4 штуки лежат. Вот это 4 заготовки. Следующим этапом производства и изготовления капилляров является этап изготовления самого носика капилляра. Как нам известно, что носик капилляра должен быть наружный диаметр 0,26-0,27 мм. То есть, это считается оптимальным для инструментального осемнения пчелинах матов. В Китае заказали мы вот такой вот штангенциркуль цифровой. Мы ссылочку в описании под видео обязательно дадим на этот штангенциркуль. Он непосредственно, если вас заинтересует, конечно, и станочек наш. Тоже мы предлагаем продажи этот станок. Если вас заинтересует станок или штангенциркуль этот в интернете, на сайте Алиэкспресса, вы можете найти ссылку в описании. Ну и, в принципе, вот выставляем 0,26, как вы видите. И берем обратной стороной губок, вот так вот, 0,26, да. Это наружный диаметр. Про внутренний диаметр я расскажу попозже. И мы, получается, вот у нас губки разведены, штангенциркуль на 0,26. И вот этой тоненькой частью капилляра мы вставляем вот сюда. И вот как только уперлась, вот еще стекло не лезет туда, то есть капилляр не пролазит в это отверстие, мы аккуратным движением на излом, хоп, видите, то есть капилляр, берем на излом капилляр, вот так вот, и штангенциркуль, вот таким вот образом. И оно ровненько обламывается, если вам видно. Сейчас фокусируется. Что-то не хочет фокусироваться на ней. Ну да ладно, ну просто что, обламывается оно ровно, то есть именно на излом нужно брать и капилляр, и штангенциркуль, чтобы ровно... Ну и микрометром еще можно использовать. Да, ну да, можно, конечно, ну конечно, вопросов нет. Можно микрометр использовать, ну, советские наши, можно использовать китайские цифровые микрометры, то есть это не принципиально. То есть главное, чтобы штангенциркуль выдавал ту точность, которая нам нужна. 0,26, 0,27. Иногда говорят, что можно и, ну там, к примеру, 0,3 делать, да, наружный диаметр. Но тогда у нас за счет того, что вытягивается капилляр, у нас получается внутренняя стенка, внутренняя толщина, то есть внутренний диаметр цилиндра, который будет забирать сперму, да, он получается сильно большой, и тогда он может сперму от трутня вместе с мукусом затянуть. То есть вот это вот такой немаловажный момент. То есть, ну вот мы все, вот приготовили себе, ну там, к примеру, 10, 20, 30, 40 капилляров. То есть мы показываем вам на видео, там мы делаем десяток, там 7 штук, 8, да. В принципе, использование капилляров в условиях лаборатории инструментального осеменения на сегодняшний день нам представляется такое, что не мыть, не чистить старые, не стерилизовать, не там, не полировать их заново, а просто на каждое осеменение использовать новый капилляр, чистый и продезинфицированный, потому что это гораздо проще, дешевле и выгоднее. Потому что лишний вопрос по перемыванию, по осветлению, по очищению, это лишний вопрос, потому что, не дай бог, носик капилляра забивается спермой, сперма подсыхает, забивает носик, и это столько головной боли. Все наши знакомые, которые занимаются инстиментальным осеменением, они пришли к тому, что проще изготовить новый капилляр. Это расходник, да, это просто уже расходник. То есть люди, которые еще покупают станки, там, два капилляра в комплекте у нас идет, то есть, как бы, они понимают, что уже нужно покупать себе и станок для изготовления капилляров. В принципе, не такая дорогостоящая уж вещь для того, чтобы она была, если вы действительно занимаетесь инструментальным осеменением и с сохранением, скажем так, ну, какой-то породы, к примеру, да, или там для того, чтобы не покупать маток на стороне. То есть, это вещь относительно недорогая. То есть, стоимость той же матки, либо сохранение у себя на пасеке определенной линии той же самой породы, кармика или бабки, смотря чем вы занимаетесь. Ну, вот, в принципе, готовы наши заготовки после вытяжки на станочке для изготовления уже вытянутых наших капилляров. Готовы носики, как я вам показал уже на штурненной циркуле. Ну, и, в принципе, следующий этап изготовления капилляров – это шлифовка и полировка огня. Это вы увидите в следующем видео. А сейчас всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...